Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции берега. Следующая – гастрит. Любая форма гастрита, которая протекает в нашем с вами организме, не дай бог. Если у кого-то появляется такое неприятное, тяжелое заболевание, которое может все-таки потом перерасти то ли в язвенную болезнь желудка, ну и в какую-то тяжелую форму, даже раковую заболевание желудка. Поэтому с желудком не шутите. Желудок, скажем так, нужен во все, скажем так, минуты нашей жизни. Потому что человек, когда сытый, он что? Добрый. А когда голодный, он злой. Потому что желудок всегда нужно знать, что положить, как положить. И чтобы не раздражать слизистую оболочку желудка, нужно помнить, уважаемые зрители, здесь мы коснемся немножечко философии Востока и скажем, что желудок относится у нас к элементу земля. И чем больше вы будете в свой желудок вложить пищи, энергии, выращенной на земле, тем меньше он у вас будет что? Раздражаться. Мы говорим о раздражении слизистой оболочки желудка, так как это является первой формой гастрита. Это самое первое. Если вы это уясните, то желудок всегда у вас будет в чистоте и в норме. Ну и давайте с вами коснемся, чем может сопровождаться у нас с вами гастрит. Это плохое, прежде всего, пищеварение. Это повышенная кислотность, либо пониженная кислотность желудка, в следствии чего может приводиться к различным, скажем так, печет внутри, изжога, ну и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно же, это слабость и вялость всего организма в целом. Почему? Ответ, потому что желудок, мы уже знаем, согласно восточной медицине, является амбаром всех энергий, которые человек берет из желудка для того, чтобы жить гармонично в этой жизни. И если в этом амбаре не будет той или иной энергии выращенной, заготовленной на зиму, выращенной на, скажем так, на земле, на полях, то человек не получит эту энергию, в следствии чего будет страдать и сам человек от недостатка энергии этой ци, жизненной, и будет страдать его желудок. Вот, чтобы этого не происходило, что помните, уважаемые зрители, что все болезни начинают формироваться у нас на тонком энергетическом уровне, а потом переходят на грубые. Ну, как содержать желудок в чистоте? Мы уже в наших лекциях неоднократно говорили и будем повторять. Первое, что должен человек садиться за стол, это кушать живое, а потом мертвое. У нас, у людей, все наоборот. Вот в следствии чего у человека начинает проявляться гастрит, потому что желудок раздражается из-за того, что человек не ест то, что выращено из земли. И желудок начинает сигнализировать болью, либо той болезнью, что перестань меня мучить из себя, дай мне, пожалуйста, живого. А при чем здесь меридиан перикарда? Внимательно смотрим, как проходит меридиан перикарда, где он контролирует у нас с вами желудок. В следствии чего, если данный меридиан воспален, может воспалить свой желудок. Если данный меридиан слабый, может что? Слабость быть в желудке. В следствии чего? Гастрит. Точка MS4CMN показана при всех формах гастрита. Но диагностика 12 меридианов обязательно. Почему? Ответ потому, как 12 меридианов, все в акупунктуре основных, контролируют весь желудочно-кишечный тракт. Только потом. Потому мы можем уже делать выводы, как воздействовать на данную точку. Расслаблять ее, либо активизировать. Спасибо за внимание.